Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную мушку для зимних рыбалок, которую можно применять круглый год. Особенность изготовления этой мушки заключается в том, что она делается на крючке Тимка 200Р, то есть слегка удлиненное у нас выйдет цевьё. Я поставил медную бусинку, которая диаметром 2,8. Если у вас нет, можете использовать другую. Даже не бусинку, можно использовать свинец. Вот так, как у меня, и больше не догружать. Немножечко добавил свинца, проклеили с вами. Подвинули к бусинке и приступаем к изготовлению. Для изготовления нам понадобится одна бородка пера павлина и пёрышко или же куропатки, или пёрышко перепёлки. Посмотрите по своим запасам. Если есть цесарка, это даже приветствуется. Для сегментации тела и для укрепления нашего люрекса, вернее нашего пера, я возьму по остаткам, вот у меня есть немножечко люрекса. закрепим его у загиба. Немножко-немножко не доходим. Вот так, до загиба совсем чуть-чуть. Берём перо нашего уважаемого павлина. Я обычно, прежде чем крепить, всегда беру вот так. Попробовал. Раз вот сколько вот так будет отрываться, значит оно у меня и оторвётся при креплении и при намотке. Креплю его здесь. Закрепил. И аккуратненько теперь, подравнивая все наши вот эти переходы, подравниваю ниткой. Чтобы не было вот этой ступенечки. Оставляем у загиба. У колечка. Теперь я беру, я подготовил вот такое пёрышко. крашеной куропатки. Сразу его буду крепить и наматывать у шарика. подхватили. Бородочки уведём, чтобы не мешали при креплении. Остатки пера удалим. Для того, чтобы не мешало для изготовления нашего пера, можно вот так, вернее, нашей мушке можно перо убрать в сторону. И чтобы перо павлина прослужило несколько дольше, несмотря на то, что мы заармируем или промотаем люрексом, всё равно наша рыбка его хорошо травмирует. я немножечко промазываю клеем и начинаю выполнять обмоточку пером. Проматываем аж до самого крепления нашего пера куропатки. вот так сделали один-два полных оборота и сразу формируем грудку, пышненькую, хорошую вот такую вот грудочку из остатков нашего пера. Остатки отрезали. Берём, начинаем сегментировать или же армировать, как вам будет удобно наше перо. Несколько неудобно то, что мы закрепили перо, но если мы его закрепим сразу, у нас выйдет немножечко тело и сама грудка более скомканной, поэтому потерпим пока небольшое неудобство. Вот так закрепили теперь наш люрекс буквально один-два оборота, чтобы сильно здесь не делать утолщения. И теперь берём, начинаем выполнять обмоточку нашим пером. оборота, смотрим за тем, чтобы количество наших бородок не было достаточно большим. вот допустим у меня вышло два оборота, которых вполне достаточно для того, чтобы моя мушка имела необходимый вид. Удаляем остатки пера. сейчас пока ещё обмотаем. нанесем нанесем на нить капельку клея, сделаем завершающий узел и уведём сейчас при наматывании наши бородки, чтобы нить их не утянула вместе с клеем. И как вы видите, вот такая мукрая наша мушка в стиле спей готова к работе. Работает практически круглый год, поэтому как-то сказать, что это чисто зимнее очень сложно. Хорошо огружено реагирует практически любая белая рыба, в том числе и окунь. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!